Ох, как долго я хотел об этом поговорить. Resident Evil – одна из моих самых любимых франшиз, и с каким же удовольствием я перепрохожу каждую часть. Кроме шестой, вот ты можешь отправляться обратно в ту адскую дыру, из которой вылезла, и закрыть за собой люк. Прошу прощения. И когда была анонсирована Resident Evil Village, я буквально подскочил на стуле. Рев 8 – моя самая ожидаемая игра года, и сегодня я расскажу все, что известно о сюжетной составляющей, так что внимание, дальше будет немного спойлеров. Без лишних промедлений давайте начинать. Крис Редфилд украл дочь Итана. Да-да, мы снова примем на себя роль Итана Винтерса. Когда мы в последний раз с ним виделись, его дела были, мягко говоря, не очень. То, что началось как поиски пропавшей жены среди луизианских болот, очень быстро превратилось в самое настоящее безумие. Отрубленная рука, таинственный вирус, зараженная семья и твари, которые могут привидеться только в худших кошмарах. Но вот наш злоключенец лежит на земле перед домом Бейкеров. Эвелина повержена, а Крис Редфилд отдает приказ отнести Итана в безопасность на борт вертолета. С тех событий прошло несколько лет. Итан и Мия, которая также выжила в том аду, начали жизнь с чистого листа, находясь под защитой BSA. У них даже родилась дочь по имени Розмари. Тем не менее, мирная жизнь не могла длиться вечно. Крис, на момент событий игры, являющийся капитаном BSA, вламывается в дом читы Винтерсов, убивает Мию и забирает маленькую дочурку Итана. Крис Редфилд явно не знаменит своим пристрастием к краже детей, так что за его действиями должна стоять очень веская причина. Какими бы ни были мотивы бывшего бойца Старс, они явно будут раскрыты в течение игры. С замком связаны четыре дома. Скорее всего, вы уже знакомы с Леди Димитреску и ее дочерьми, но они будут не единственной семейкой, которая переступит вам дорогу. На официальном сайте игры есть скриншот фрески, на которой изображены четыре фамильных герба, окружающих нечто напоминающее башню. Под каждым гербом есть подписи Дом Димитреску, Дом Беневиэнто, Дом Хайзенберг и Дом Моро. Что собой представляют другие семьи, пока неизвестно. Однако, судя по фреске, все они связаны между собой. Самое интересное, в нижней и верхней части расположены символы, очень похожие на логотип корпорации Umbrella. Кроме того, в одной из катсцен госпожа Димитреску говорила с некой матерью Мирандой, которая с большой вероятностью является главой всего этого вертепа. Поиски Итана приведут его в восточноевропейскую деревню. Хоть пока мы не знаем, почему Крис украл розмарий, но знаем, куда. В Р-8 Итану предстоит отправиться в удаленную деревушку где-то посреди Восточной Европы. Сейчас предполагается, что деревня находится в Румынии, так как игровая валюта называется Лея, что очень созвучно с настоящим румынским Леем. Судя по тому, что восьмая часть буквально орет на вас готическими вайбами, разработчики хотят создать свой эквивалент Трансильвании и, как по мне, это очень круто. И это еще не все. Складывается впечатление, что местные жители с особой страстью относятся к оккультизму, готовясь к некоему ритуалу. Является ли дочь Итана его частью или нет, пока неизвестно. Напомню, что это не первый раз, когда обитель зла отправляется в сельскую Европу. Все события четвертой части разворачивались в безымянном испанском городке, чьи жители были заражены особым паразитом. Тем не менее, зимняя готическая атмосфера все равно ярко выделяется на фоне всей серии. Прощайте, зомби, настало время для вампиров и оборотней. Помимо плесени, живого грибка, из которого состояли враги Рэ-7, вся франшиза в первую очередь известна своими зомби. С ними все по классике. Хочешь убить – стреляй в голову, пока от нее не останутся только кровавые ошметки. Нехватка пуль и прочих ресурсов всегда была неотъемлемой частью сурвайвал-хоррора как жанра. Но, судя по трейлерам, безмозглая мертвичина снова остается в стороне. Балом будет править другая нежить – вампиры. Хоть они и будут двигаться столь же медленно, как и зомби, укус вампира – это вам не шутки. И одна из ключевых механик будет заключаться в парировании атак. Ах да, один кровосос может и не представляет опасности, но когда они собираются в группу, будьте готовы к серьезному испытанию. Вампирами дело не ограничится. Уже сейчас известно, что за бедным Итаном будут гоняться стремительные смертоносные оборотни. Самое важное – таким образом в игре появится столь необходимое разнообразие, потому что плесень из седьмой части в какой-то момент начинала вызывать зевоту. Леди Димитреску будет одним из главных антагонистов. Даже если вы ничего не знаете о восьмой части или вообще обо всей серии Resident Evil, то вы все равно видели скриншоты или арты с высокой вампиршей. На данный момент об этом интересном персонаже известно довольно мало. Ее зовут Альцина Димитреску. На официальном сайте игры ее описывают как повелительницу замка, с которого открывается вид на деревню. Тем не менее, если внимательно изучить трейлеры и эксклюзивную для PS5 демку, то уже сейчас можно представить, какую роль ей предстоит сыграть. Во-первых, как и в случае с семьей Бейкеров, Леди Димитреску и ее дочери-вампиры будут одними из главных антагонисток всей игры. Итан – незваный гость в их доме, и они с радостью поохотятся за своей новой игрушкой. Кроме того, Альцина общалась по телефону с некой матерью Мирандой, упомянув, что Итан сбежал от ее маленького братца Хайзенберга. Таким образом, можно предположить, что все четыре клана являются одной большой семьей с госпожой Мирандой во главе. ТАИНСТВЕННЫЙ МУЩИНА За огромными тайнами, стоящими за Альциной, все почему-то забыли о еще одном персонаже, который несколько раз светился во всех трейлерах. Загадочный мужчина в плаще, с широкополой шляпе а-ля Я у мамы Ван Хельсинг и круглыми очками. В третьем трейлере он демонстрирует не только свой гигантский молот, напоминающий некий механизм, но и способности к телекинезу. Также важно заметить, что пока что безымянный персонаж демонстрирует определенную осведомленность о персоне главного героя, говоря ему «Ну давай посмотрим, чего ты стоишь, Итан Винтерс». И вот еще какой момент, я заметил это не сразу. Если приглядеться к данному стоп-кадру, видно, что у мужчины явно нет бороды и нельзя подтвердить наличие очков. Но всего через секунду лицо этого мужика показывают крупным планом. Борода есть, очки есть и даже рукоять молота виднеется на заднем фоне. Что это, баг? Или, может быть, мы чего-то не знаем? Мы не первые, кто пытается сбежать из замка. На данный момент демо-версия Resident Evil Village под названием Maiden или Дева доступна лишь на PlayStation 5. Разработчики пообещали, что демка для других платформ появится уже весной, но сейчас не об этом. Во-первых, мы играем не за Итана, а за безымянную девушку, которая бежит из тюремного блока, расположенного где-то в замке. Во-вторых, на пути к свободе мы проходим через винный погреб, и все буквально кричит, что вино здесь давят отнюдь не из винограда. Ну и в-третьих, побег бедной девчушки заканчивается плачевно. Ни Альцина, ни ее обворожительной дочери не знают пощады. В общем и целом, как и в случае с седьмой частью, демка дает одним глазком оценить атмосферу и одну из локаций. Важно отметить, что Beginning Hour, тизер для Resident Evil 7, предоставлял важную информацию, связанную с основной игрой. Таким образом, вполне возможно, что Дева также рассказала нам некую историю, которая произошла в деревне до прибытия Итана. Но пока что самые важные вопросы остаются без ответа. Кем является обреченная протагонистка Девы? И кто помог ей сбежать? Смог ли автор записки вдохнуть воздух свободы и увидеть дневной свет? Амбрелла. Не понял, а что здесь делает Амбрелла? Амбрелла, что ты здесь делаешь? Вот здесь начинаются самые настоящие теории заговоров. Во всех трейлерах мелькает символ в виде человеческого плода, окруженного ветками и перьями. Судя по словам разработчиков, этот символ настолько важен для сюжета игры, что они решили показывать его лишь мельком. Но что этот символ, ну, символизирует? Если вспомнить фреску с гербами, может это альфа-версия логотипа корпорации Амбрелла? Таким образом, если удариться в фантазирование, Ре Вилладж может рассказать нам доселе неизвестные факты о происхождении знаменитой корпорации? Может все четыре семьи и мать Миранды имеют отношение к основанию Амбреллы? Или они работали над своими штаммами вирусов? Или вообще являются зараженными? А может этот плод вообще не имеет никакого отношения к Амбрелле и просто олицетворяет ту самую церемонию, о которой говорила Альцина? И тогда Розмари – тот самый ребенок, необходимый для ритуала. На данный момент дата релиза Resident Evil Village назначена на 7 мая этого года. Но ничего не исключено, как мы знаем. Так, расскажите, ждете ли вы Resident Evil 8? Лично я очень жду. Давайте обсудим игру и пообщаемся на эту тему в комментариях. Жду вас там! Также будем рады видеть вас у нас в Дискорде и на лайв-канале. Не забудьте подписаться на наш канал, жмите на лайк и колокольчик. До встречи на XGTV! Смотрите и играйте вместе с нами!